Вскепел можно заваривать чай. Непростой, осенний. Листья иван-чая, а сухие кусочки тыквы – основной ингредиент. Настаиваться ингредиенты должны минимум 10-15 минут. Именно столько времени понадобится, чтобы тыква раскрыла свой особенный вкус. Такой чай, считает Мария, тонизирует и согревает в ненастную погоду. Его можно сделать и в домашних условиях. Достаточно тонко нарезать тыкву и высушить ее в духовке. Главное, чтобы она была ароматная. Тыква, когда растет, она очень легко принимает аромат того, с чем растет рядом. Она перепыляется еще на этапе завязывания плодов. Если она перепылилась с кабачком, патисоном, то, что вокруг растет, родственное, она приобретает тот самый чушкин дух, как называют его наши друзья, который не нравится людям. Мария с тыквой дружит уже больше шести лет. Ее семью овощ кормит и в прямом, и переносном смысле. Тыкву готовят и для себя, и для продажи. За год перерабатывают больше тонны рыжей мякоти. Чаще всего используют сорт баттернат. Он мясистый и имеет сладковатый вкус. В мире есть более тысячи рецептов пирогов из тыквы. Мария, например, за основу берет шарлотку. С тыквой ее нужно натереть на терке для корейской морковки, засыпать сахаром и, когда она пустит сот, выжать. Потому что, если вы положите сырую тыкву в тесто, она может не пропечься. А вот с таким хитрым рецептом получатся очень такие нежные волокна тыквы внутри шарлотки. Праздник заморских Хэллоуин в семье Марии не празднуют. И продажи в это время не увеличиваются. Из тыквы голову веселого и ужасного Джека ни разу не вырезала. Говорит, только зря овощ портить. Мякоти в ней мало, она полая. Но из небольшого количества внутренностей американцы тоже пекут пирог. Флорист Екатерина Терещенко тыкву любит больше созерцать, чем употреблять в пищу. И кибан из декоративной тыквы – обязательный атрибут ее осенних композиций. А голова Джека в ее магазине – исключительно коммерческий ход. Уж больно он привлекает внимание к витринам. Привлекает детей особенно. Для них все вот эти огонечки в вечернее время горящие – это очень-очень забавная история. Да, может быть, они не очень хорошо разбираются в праздниках, но им нравится светящаяся тыква вечером в окошке. Сказать, что мы оформляем магазин именно к этому празднику мы его не оформляем, но обязательно какие-то работы у нас присутствуют. В ее вазе из тыквы пионовидные розы, эустома, листья малины для свежести букета, ягоды и целозия. Символ осени предварительно надо вычистить и обработать внутри уксусом, а с внешней стороны можно побрызгать лаком для волос. Кстати, для праздника Хэллоуин, чтобы вырезать Джека, используют такой же метод. Тыква дольше сохранит свою форму и не завянет. Главное – не ставить ее возле отопительных приборов. Стоимость такой кибаны – от полутора тысяч рублей. Все зависит от наполнения. А стоимость тыквы на базаре варьируется от 22 рублей. Эта красавица приехала к нам из Краснодарского края. Вообще ученые доказали – тыкву можно вырастить в любом уголке мира, кроме Антарктики. В ней огромное количество клетчатки, она малокалорийна, поэтому каждому нужно есть тыкву осенью. Ну а я пойду угощу своих коллег тыквенным чаем. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».